Для чего мужчине нужна дорогая машина, швейцарские часы и толстый друг? Всё просто, чтобы создать положительное первое впечатление. Именно так и называются наши первые испытания. Ты готова вообще вот рассматривать мужчин, судя по их кошелькам? Да, с удовольствием. Деньги портят мужчину, поэтому всегда должна быть рядом женщина для снятия порчи. Да. Поэтому предлагаю приступить. Ну что ж, первым берём кошелёк. И кто это у нас? Это у нас Денис. Смотри. Смотри, Денис. Денис любит Макдональдс. Это не полезно. Да, да, есть. Это не полезно. Я не ем Макдональдс вообще никогда. Я думаю, что здесь записочка, которую ему поклонницы писали в школе. Или это песня, она в английском. Песня, песня. Денис, что это? Песня, это текста. Мне интересно, как ты поёшь. Могу спеть, только чуть-чуть по-другому. Let's go, brother, давай. Yeah! Хорошо, давай, пой. Come on, baby, got it! Tell me how they fell, I didn't know a sale, I can never dream, I don't want to hold, I didn't never saw, I can never say, I'm my only girl. Ну что, какой кошелёк тебе больше всего по виду нравится? К какому хочешь перейти? Вот к этому хочу перейти. Давай. Чей это? Так, это кошелёк Вадима. Кошелёк Вадима. Да. Значит так, Вадим отдает предпочтение украинским банкам. Вот. Ну это хорошо, что он вообще отдает предпочтение банкам. Значит, есть что хранить в банках. Что это такое? Что это такое? Вадим, где ты, что ты посещаешь? Что это? Это модельное агентство, одно из лучших в Украине. А что ты там делаешь? Ты лицо? Я тело. Ты тело? Аааа! 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 Один доллар. На самом деле это очень прекрасно. Молодой человек притягивает к себе деньги вот этой пирамидочкой, да, этим вот глазиком. Это очень хороший, я имею в виду, талисман. И сколько он там притянул? Я вижу, он притянул ещё 50 долларов. Он притянул кота Леопольда. Хочевого. Да, давайте жить дружно. Вадим, скажи, пожалуйста, из какой страны банкнота с Леопольдом? На самом деле из Украины. А, из Украины. То есть это сказочная страна. Хорошо, спасибо, Вадим. Ну что, чей это кошелёк? Мур, Евгений, что это кошелёк Хасана. Да, это кошелёк Хасана. Так, что-то здесь какая-то визиточка интересная. Между прочим, адрес, как и модельного агентства предыдущего участника. Да, то есть я так понимаю, что... Слушайте, вы все из одной конторы. Да, что здесь вот модели, да. Ты тоже тело этого модельного агентства? Нет, нет, я актёр. Ага, актёр. Слушай, сколько там денежек кошелёк Хасана? Сколько там денежек нет? Ты можешь даже пересчитать. Таким моим опытным взглядом... Опытным? То есть ты опытом всё-таки в этих вещах. Тысячи три гривен. Тысячи три? Да. Хасан, ты получил зарплату накануне? В кошельке у Хасана есть фотография. Я думаю, что это фотография его родителей, мамы и папы. Это очень мило. Это говорит о том, что он ценит семью. Хасан, это твои родители, да? Да. Что ж, я думаю, что мы можем переходить к следующему портмоне. Разбойник требует или кошелёк, или жизнь, а мы, женщины, и то, и другое. Поэтому мы хуже разбойников. С нами нужно быть осторожнее и не шутить. Ну, предлагайте посмотреть портмоне вот это вот, например. Это портмоне Андрея. Так, здесь сейчас визитка к милиционерам. Предполагаю, что... Или Андрей проблемный мальчик. Я очень спокойный молодой человек. За рулём очень спокойный. А для чего тебе тогда эта визитка? Что? Для чего тебе нужно? Она... Это по работе, на самом деле. Это не имеет отношения к дорожному движению. Это связано с мероприятиями. Так, ну что там? Есть что-то ещё интересное? Содержимое? Купюры, купюры. Ты всё по визиткам. Да, почему-то деньгами, я вижу, Андрей не пользуется. То есть, либо он пользуется безналичным, либо он в кошельке и деньги не носит. Андрей, ну, в отличие от женщин, мужчины размножаются делением. Не поделишься деньгами с женщиной, фиг размножишься, понимаешь? А ты вот без денег ходишь. Поэтому на всякий случай, на всякий случай, там немножко денег наличностью, но там есть. Так, на всякий случай. На чай, официантам. На чай, абсолютно верно. Здесь на немецком языке написано «Dum, Mas, Alles...» «Dum, Mas, Alles...» «Richtig machen». «Machen». Ну, я не знаю, что здесь написано. Переведи, пожалуйста. Да всё на самом деле очень просто. Ты должна всё сделать правильно. Я постараюсь. Это пожелание. Спасибо большое. Хорошо, спасибо большое, Андрей. И у нас остаётся последнее партмоне. Это Максим, да, это танцор. Он преподаватель пол-дэнса, да, Максим, насколько я знаю? Да, я спортсмен. То есть, получается, я преподаю девушкам танец на пилоне, но это как спорт. То есть, это не стриптиз. Ну, видно, да, что молодой человек спортивный. У него здесь и карточка одного спортивного комплекса. И вот магазин, одежда спортивная. И опять-таки украинский банк. Все поддерживают отечественные банки. Ради тебя я готов поменять банк. Надо понимать, что хранить деньги надо в надёжных банках. А я посоветую, какие надёжные. Салон красоты, цветы, ресторан. А что ты, какие-то процедуры ты посещаешь в салоне красоты? Солярий иногда посещаю, посещаю, делаю эпиляции. Вот это очень больно. Эпиляции? Да, конечно. В эпилоне? Честно, во всех. Кроме головы. Нет, брови ещё немножко. Владленна, ты любишь гладких мужчин? Да, очень приятно целоваться с парнем гладковыбритым, приятно пахнущим. Ну, теперь, Владленна, пришло время определить, кто стал на шаг дальше твоего сердца и на два шага ближе к выходу. Твоё резюме. Что мне больше всего понравилось? Мне больше всего понравилось то, что в портмоне Хасана фотография его родителей. Хасан. Больше всего мне не понравилось это то, что один из участников регулярно посещает Макдональдс. Пускай дома кушать котлеты или в ресторанах, ну, котлеты настоящие какие-то, с хорошими булочками, с натуральными, вот, всякие, не питаться в Макдональдсе гамбургерами. То есть Владлене менее всего импонировал кошелёк Дениса. Да, вот меня смутил очень Макдональдс. Если бросить, это как бы вредная привычка, я готов всегда. Очень приятно, что ты это признаёшь.